Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных событиях расскажем прямо сейчас. В России основной день голосования по поправкам в Конституцию. Сегодня уже на 10 часов действительно очень много приходит людей, которые голосуют. Более 600 человек уже пришло на 10 часов. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. За неделю произошло снижение поступления пациентов с ковидом и с пневмонией. Соответственно, места у нас сейчас есть. 1 июля – заключительный день голосования за поправки в Конституцию. Для удобства избирателей этот день сделали выходным – сохранением заработной платы. Впрочем, многие уже проголосовали. Это можно было сделать, начиная с 25 июня. Неделя на голосование нужна была для того, чтобы на участках не собиралось сразу много людей. Опасность коронавируса пока ещё никто не отменял. Предостеречь избирателей помогают и другие меры – дезинфицирующий коврик на входе, использование масок, перчаток и соблюдение личной дистанции. Если человек пришёл, он уже знает, что он защищён. Что у нас сейчас происходит? Кроме того, проголосовав досрочно, можно себе сделать полноценный внеплановый выходной, каким официально стало 1 июля. Не откладывать дело на последний день решило 10 тысяч десногорцев. Столько горожан посетили избирательные участки за 6 дней их работы. Больше всего шли именно жители домов и квартир. Общежитие голосуют всегда очень плохо, явка всегда наименьшая. Ну а так, по возрасту, если смотреть, то в основном голосуют люди старше 50. 1 июля за два первых часа работы избирательных участков с 8 до 10 часов утра проголосовало более 600 человек. Среди них и те, кто не смог самостоятельно прийти на участок. В этом случае сотрудники комиссии и наблюдатели выезжают к избирателю на дом. Вот мы приезжаем, у них заболевания. У кого со спиной проблемы, у кого с ногами проблемы, кто-то даже лежачий. Основной наплыв в этот день ожидается ближе к вечеру. А уже после закрытия участков в 20.00 начнётся подведение итогов. Участковая избирательная комиссия, на той же, которой мы находимся здесь, здесь проводится подсчёт голосов, поданных за поправки, против, или там бюллетени могут быть испорчены. Вся эта информация затем идёт в территориальную избирательную комиссию, где, соответственно, составляются протоколы. И затем я вместе со старём территориальной избирательной комиссии выезжаем в город Смоленск и передаём эти данные избирательной комиссии Смоленской области. А публикование официальных итогов голосования состоится в течение трёх дней после закрытия избирательных участков. О них будет сообщено в средствах массовой информации. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. 30 июня прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы Десногорска Андрея Шубина. В этот день, по данным регионального Роспотребнадзора в Смоленской области, зафиксировано 37 новых случаев заболевания COVID-19. Подобный низкий показатель был только в мае. Благоприятная ситуация и в Десногорске, в котором по-прежнему суммарно 136 заболевших. За неделю произошло снижение поступления пациентов с COVID-19. Дальнейшее ослабление пока ещё действующего особого режима в области, и в частности в Десногорске, зависит от предстоящего указа губернатора. Распоряжение ожидается до 6 июля. По городу у нас как-то становится поменьше заболеваемость, и ещё идёт наслежение. По 6 июля по-прежнему в детских садах Десногорска работают дежурные группы. На данный момент их 33. Школы и учреждения дополнительного образования допуск пока ограничен. 3 июля начинается период проведения единого государственного экзамена. Выпускники 11 класса будут сдавать 2 помежуточных пунктов. Вводят 8 пунктов сдачи экзамена на базе школы номер 4 в городе Десногорске. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 2 июля в Десногорске переменная облачность, возможно, гроза. Температура днём плюс 26, ночью плюс 17. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьёв. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова